Наверное, у россиян скоро начнется новая серика из-за удара в спину. Подконтрольный Макрону Павел Дуров начал блокировать в Телеграмм пророссийские каналы на территории Молдовы. Кроме того, еще вчера стало известно, что в оккупированном Крыму был заблокирован канал Рыбарь. В сети появились свежие спутниковые снимки авиабазы «Ханская» и базы хранения шахедов. На ваших экранах результат атаки сил обороны на базу хранения БПЛА типа шахед в Краснодарском крае РФ. На фото видно повреждения складских помещений, в том числе разрушение крыши одного из них и следы пожара. А вот это авиабаза «Ханская». В результате удара по аэродрому были уничтожены складские помещения, в которых сохранялся БК. Снимки авиабазы публикует Киберборушно и троллит файтер Бомбера, который накануне заявлял, что якобы в результате этой атаки пострадала только одна кружка. О последствиях удара по аэродрому «Ханская» накануне писало издание «Астра». Как стало известно «Астра», во время вчерашней атаки по аэродрому «Ханской» в Адыгеи, один из беспилотников попал в склад боеприпасов. По информации источников, в результате сдетонировали ракета Х-31, три ракеты Х-35 и 15 авиабомб УМПБ. Также потерян 41 унифицированный модуль планирования и коррекции, который устанавливается на авиабомбах, что увеличивает их дальность на десятки километров. 20 УМПК 500М, 16 УМПК 500 и 5 УМПК. Еще один БПЛА попал во взлетно-посадочную полосу. Интересные вещи происходят в Курской области. Как сообщает InformNapalm, последние две недели им поступают от местных жителей все больше сообщений о том, что по местному радио часто слышат обращения на языке, которые они не понимают. На днях местные жители Курчатова Курской области также поделились с нами в видеофиксации трансляции одного из таких радиоэфиров, где периодически звучат обращения на чеченском. Русские на видео смеются и называют это шашлык FM, хотя если бы они знали, какие сообщения и призывы звучат по радио, то наверняка им было бы не до смеха. Через такие радиоэфиры, которые транслируются по всем городам Курской области, происходит взаимодействие внешних сил с кадыровцами, говорится в сообщении InformNapalm. Они отмечают, что в их распоряжении есть полные записи таких эфиров, но пока наблюдают за ситуацией и не будут раскрывать все карты российским силовикам. К тому же сам Кадыров на днях в очередной раз использовал такой же метод скрытного нанесения информации, объявляя о кровной мести своим бизнес-конкурентам на чеченском языке. Кстати, что касается кровной мести Кадырова, то РосСМИ сейчас максимально выкручиваются и избегают слов убийства и кровной мести в статьях о скандальных угрозах Кадырова. Вместо этого пишут «Заявил, предостерег, высказался». В целом всего несколько российских СМИ решились осветить данный конфликт. Однако они пытались представить Кадырова как государственного деятеля, пытающегося загасить межнациональный конфликт. В то же время большинство государственных СМИ России предпочли вообще проигнорировать заявление Кадырова. На сайте РИАРТ, российской газеты, комсомольской правды, ведомостей и известий нет ни одного упоминания об угрозах Кадырова. Спустя сутки после заявления Кадырова об объявлении кровной мести, ни один канал так и не упомянул это у себя в эфире. Военные из Польши и стран Балтии обсудили военный ответ на возможное российское вторжение. Они не исключают, что после Украины может быть Эстония, Латвия, Литва и Польша. Об этом заявил на конференции советник президента Литвы по нацбезопасности Будрис. Пишет Билд. Он предупредил, что вероятность такого сценария возрастет, если Беларусь полностью станет частью так называемого союзного государства. Подобного мнения придерживается начальник генштаба Польши Анджайчак. Польский топ-военный отметил, что если российские войска перейдут границу с Литвой, последует немедленный ответ. Не в первый день, а в первую минуту мы ударим по всем стратегическим объектам в радиусе 300 километров. Мы нападем непосредственно на Санкт-Петербург. Анджайчик также отметил, что нападение на Польшу или страны Балтии будет началом тотального противостояния. На случай такого сценария Польша сейчас закупает 800 ракет с дальностью до 900 километров. Мы должны быть в состоянии нанести ответный удар немедленно сами, не дожидаясь решения в некоторых столицах НАТО о том, стоит ли задействовать статью 5-ю, добавил командующий литовской армии Вайк Шнорас. Диктатор РФ Владимир Путин отказался обсуждать тему мира в Украине с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анна Лена Бербак. Ее слова приводит Ройтерс. Украина готова к справедливому миру, заявила Бербак. Она подчеркнула, что именно Путин отказывается от поиска путей мирного урегулирования. Он отказался принять мир и ежедневно посылает очередной сигнал в пользу войны и разрушения. В эти дни он не готов даже говорить с канцлером Германии по телефону, сказала она. То, как российские пропагандисты обсуждают квадроберов, можно смотреть вечно. Не знаю, то ли вдохновил Лавров, который искал квадроберов во время встречи с делегацией Армении, то ли вдохновило интервью у квадробера в эфире нашего телемарафона. Однако российские пропагандисты решили всех переплюнуть. Так Мардан, ручной квадробер Соловьева, решил попробовать корм и заявил, что в нем просыпается ротвейлер. Тем временем на федеральных каналах России приравняли квадроберов к детской порнографии. Если вы не в курсе, квадробер – это когда человек имитирует поведение животных. Это необычная практика, где люди ходят на руках и ногах, как животные, издают звуки и иногда даже кушают соответствующую еду, как Мардан. А если еще более просто объяснять, то вспомните ваши утренники, когда вы наряжались в лисичек, птичек, собак и так далее. Это, по сути, и было то, что сейчас называется квадробингом. Российский военный преступник Игорь Стрелков, он же Гиркин, который должен сидеть в Гаге, но сидит в российской тюрьме, если не ошибаюсь, то впервые вышел оттуда в прямой эфир. Ну как вышел? Его жена Мирослава Регинская вела стрим, а Гиркин позвонил ей и участвовал в этом стриме в аудиоформате. Очевидно, что за месяцы молчания у Гиркина накопилось много того, чего бы он хотел сказать прямо, а не писать в письмах. Но больше всего его беспокоило две темы, которые между собой переплетаются. А именно его соратник Полынков, который дезертировал и может получить срок. А также беспокоит Игоря условия содержания в тюрьме. Слишком усолить первую тему мы не будем в двух словах. За Полынкова Гиркин переживает не по-детски, просит его уберечь и вообще расхваливал, какой он герой. Что касается второй темы, то Гиркин пожаловался на репрессии и условия содержания. Гиркин надеется, что это был не последний его звонок из тюрьмы, из-за чего переживает и его жена. Когда Гиркина вообще понесло, где он также проехался по Соловьеву, то Регинская просто выключила громкую связь. Гиркину скоро присоединится еще один известный военный преступник Егор Гузенко, 13-й. Сообщается, что он отказался выходить из тюрьмы и ехать на так называемую СВО. Как и другим российским уголовникам, ему предложили освобождение в обмен на подписание контракта. Однако идти в местные штурмы Гузенко отказался. Глава российского Газпрома Миллер, заплывшими от алкоголизма глазами, обиженно раскритиковал страны Европы за то, что они перестали покупать российский газ. И назвал это энергетическим самоубийством Европы. Как вы сегодня оцениваете состояние европейского рынка после такого радикального сокращения поставок газа из России? Плохо. Можно назвать энергетическое самоубийство Европы. В чем именно заключается самоубийство, Миллер не пояснил. Европа уже спокойно заместила российский газ и живет себе дальше, не испытывая в нем потребности. А вот для Газпрома происходящее действительно является самоубийством, так как компания стала глубоко убыточной и постепенно движется к банкротству. В то же время друг Путина Михаил Ковальчук предложил перевозить газ из РФ на атомных подводных лодках. Член-корреспондент РАН предложил российскому диктатору так называемый инновационный мегапроект, который даст возможность РФ перевозить газ через Северный Ледовитый океан. На днях Ковальчук презентовал свой новый проект, который даст возможность заменить традиционные СПГ-танкеры на новые подводные газовозы, информирует ресурс The Moscow Times. Согласно новому проекту друга Путина, новый газовоз получит длину порядка 360 метров. Его вместимость составит примерно 180 тысяч тонн. Подлодка будет оснащена ядерными реакторами RITM-200, а скорость будет равна 17 узлам. Со слов Ковальчука, время маршрута через Северный морской путь будет сокращено до 12 суток. Эксперты говорят, что новый проект Ковальчука появился на фоне острой нехватки танкеров. В Novotec уже заявили, что готовы лично приобрести порядка 16 таких кораблей. Из-за санкции корейская компания Hanwha Ocean перестала сотрудничать с РФ, а российская судостроительная компания «Звезда» полностью ввязла в своих проблемах, и Novotec не получил ни одного из пяти кораблей, которые они раньше заказывали. На данный момент планы Кремля по развитию Северного морского пути терпят полная фиаско. Согласно прогнозам Росатома, по итогам этого года удастся перевести только 36 миллионов тонн груза вместе с запланированных ранее 80 миллионов.